привет мои дорогие зрители вы находитесь на канале кростич без людо сегодня хочу показать вам свои процессы процессы которые я начала вести в январе этого года у меня всего лишь один дизайн который я вышивала с прошлого года вышивая с прошлого года ну давайте обо всем по порядку перед вами лежит дизайн millenium angel или ангел миллиниума номер набора 3870 этот процесс вышиваю вместе с марианной море мы решили сделать такой совместник на двоих это прекрасный прекрасный дизайн его вышивала сусанночка сусанночка тебе привет огромный ты наша вдохновительница вот если кто еще не знает я обязательно оставлю ссылочку на ее канал посмотрите не очень-очень много dimensions также на начала вышивать миробильки и вообще это является один из моих любимых каналов вот но теперь вышиваю этот набор и я вышила совсем немного ну потому что уделяла мало дней для этого ангела я его изначально планирую вести как длинный процесс такой вот знаете постепенный я по ходу вышиваю и бэк сейчас надеюсь вам будет видно мне не очень нравятся переходы на теле вот сейчас такой вот цвет плоховато конечно видно но надеюсь что-то дорассмотрите возможно издалека ну ничего страшного я думаю что когда вышьется все вокруг менее будут заметны переходы я когда еще бэк не вышивала было очень грубо такие вот переходы прямо я хотела заменить чем-нибудь но у меня не было подходящих оттенков у меня более розовые цвета шелка а тут такие знаете телесные оттенки но тем не менее получается мне кажется очень даже неплохо работа немного сложная но и вышивается интересно сложная в чем я или я расслабилась миробильчиками моими или или просто еще не сложила впечатление от этого процесса но я вам покажу ключ возможно возможно вы меня поймете о чем я вот примеру ключ я подписала все номера видите это все бленды это вышивается крестом это бленды это полу крест идет тоже бленды вот это крестик дальше идет крест в одну нить и полу крест в одну нить которую я не очень люблю вышивать его практически не видно вот это вот у меня вызывает непонятные чувства это также полу крест целыми тонами и полу крест в три ниточки как вы видите очень очень большой ключ много блендов просто занимает это не настолько сложно вот внутренне занимает очень много времени а вот ключ от другого набора которые вышиваю элегантный гобелен посмотрите вообще нет никаких блендов и только полу крест и крест вот и даже вот смотрите как они отличаются по размеру но тем не менее работа интересная мне уже не так сложно вначале конечно было скучновато вышивать платье потому что тут очень много таких вот сиренево-серых тонов при том при всем что я люблю такие оттенки но серым как-то вышивать не очень нравится ой вот еще ткань мне не очень в общем не знаю нужно было конечно равномерку взять но очень затратно потом будет получаться когда вы меняете ткань и сами знаете что набор этот раритетный вот но тем не менее результат мне очень нравится видите то что вышито в одну ниточку полу крестом я думала что будет просвечивать но довольно таки красиво получается и мне нравится нравится результат вот впереди у меня более сочные будут оттенки это зеленые листья сзади там колонны будут идти я думаю что все равно процесс мне очень понравится и тоже сусана говорила что ей было немного сложновато но тем не менее очень интересно вышивать сейчас вам покажу схему да я выписала все ключ чтобы мне было удобно я полностью отрезала ключ чтобы мне было быстрее вышивать вот то что я вышила я отметила я начала из середины это аида 18 но она какая-то знаете отличается другая да я не знаю почему или я просто отвыкла но с другой стороны я же вышиваю в мини голды на аиде мне там намного проще вышивать чем на нет тут какие волки я только не пробовала и 24 и 26 28 но больше мне нравится вышивать 24 хотя я на 18 каунте никогда не вышивала 24 иглами видать очень какая-то такая плотная ткань ганба аида поэтому так она получается вот ну а дальше вы видите мой гобелен элегантный гобелен у меня нет превью меня нет обложки этого набора потому что я покупала без обложки это тоже раритетный считается набор так я вам сейчас покажу ниточки какие яркие тут у меня полностью процесс организован на органайзере пака вот он видите сколько ниточек очень много и они все-таки яркие вот сейчас я вам покажу навешиваю все предварительно на такие бумажные органайзеры потом когда я вышиваю я уже снимаю и вешаю все на палка а так нитки все храню тут потом когда я заканчивал процесс мне очень легко разбирать и быстро мне не нужно все это перевешивать обратно и таким образом храню все остаточки наборов и мне если для подбора следующего будет видно какая ниточка и где и очень быстро все но эти остатки я уже отдаю свои подружки поэтому стараюсь вышивать экономно вот так же еще вот на этой планшетке такие вот ниточки очень красивые и хорошего качества нитки не рвутся несмотря на то что она будет довольно таки старый можно так сказать да но очень старый раритетной нитки хорошего качества и вот нитки от ангела милене увидите какие они более такие припыленные спокойные но тем не менее очень тоже красивые будут очень много сиреневых оттенков посмотрите вот только 12 14 221 и не помню сколько пас но очень много они вот редко встречаются вот эти вот сиреневые оттенки их очень тяжело подобрать если вы будете вытешивать подбором обратите на это внимание их заменить будет трудно поэтому этот набор такой дорогой ну это тоже раритетный и этот набор я вышиваю на 32 каунте льна хочу сказать что вышивается несмотря на то что тут очень большое сложение нитей вышивается очень приятно и очень быстро вот как по мне по моему я потратила около трех недель вышивальных на ту часть которая у меня вышита значит я заменила тут бэк стич на выкладную нить и мне кажется так она более получается красиво вот потому что я до этого вышила и бэк стич и выкладной мне кажется выкладной намного все это более слито и более однородно получается очень много полукреста на бордюрчике бордюрчик мне не скучно вышивать потому что опять таки яркость все компенсирует я хочу сказать это один из моих самых любимых процессов не только по результату но и по ощущениям когда ты вышиваешь мне эти птички очень нравятся также делала я выкладную ниточку утюжила может немножко как-то нужно было расправить еще работа незаконченная я постараюсь сейчас это все закончить чтобы у меня были готовы какие-то уже процессы но шикарный шикарный гобелен этот вы знаете я очень довольна тем что я заменила на лен во-первых нет вот этой вот грубости тут вот потому что не зашиты участки во вторых мне нравится как получаются крестики какого они размера я очень сильно переживала что в три сложения крестики на тридцать втором каунте будут толкаться но как по мне получается довольно таки очень хорошо и я теперь довольна что я не заменила на 28 каунт ближе вам покажу но опять таки ткань эта моя не натянута это же все еще будет натягиваться посмотрите на него издалека вот процесс один из самых приятнейших и самых любимых поэтому у кого есть закромах я вам советую вышивать это получите удовольствие очень очень много вот вот этот бордюр я вышила по моему за неделю вот этот вот я считаю это быстро так следующий мой процесс это мини аппетит который я вышивала мне считается дорожным таким вот такой вот миник цветы и калибри у меня американская сборка я допустила небольшую ошибку как вы знаете что вышиваю этот набор я не дома я взяла бобинки сама вырезала но пока мы общались с подружками и перемотала всю а потом я вспомнила что это набор американской сборки и у меня там эти были пучки в общем я сделала себе тройную работу пришлось мне это все сравнивать в общем по пучкам легче разбирать потому что тут же ниточки у нас американской сборки было два пучка намного легче разбирать а мне пришлось тут эти зеленые цвета в общем ну ладно ничего страшного все это я сделала вот совсем немножко отшила ну как это несколько дней вот так как аппетиты вышиваются немного сложнее чем голды скорее всего что я вышла уже достаточно такое количество аппетитов что мне большой голд очень легко вышивается вот и говорят что этот конкретно дизайн был сложный но по ощущениям сейчас мне довольно таки интересно и легко вышивать его мне очень нравится процесс я опять таки начала середины вот то что зачеркнуто я повышевала уже мне нравится очень нравится этот процесс нитки красивые ну а результат вообще будет супер потому что тут очень интересная занавеска или что это такое вот мне нравится и я обожаю очень сильно калибре сидей в любом дизайне где из калибре я стараюсь покупать вот так же у меня для вас есть небольшое объявление на своем инстаграм на страничке instagram я хочу устроить конкурс не конкурс а сп где мы будем вышивать в течение трех месяцев мини-петиты этот набор будет призом мы разыграем среди всех участников это китайская сборка но тем не менее набор является раритетным поэтому кто хочет поучаствовать переходите ко мне на страничку 25 января постараюсь сделать пост объясню вам все условиям сп вот так же вы можете записаться но это будет после 25 января вот этот дизайн я вышивала у меня есть на канале видео но я вышивала подбором не было возможности тогда у меня купить набор он уже вышел тогда из производства я вышивала некоторыми остатками также докупала нитки dmc покупала канву и это вышло намного дороже чем обычная стоимость такого вот голда но я с удовольствием подарю этот набор тому кто будет вышивать моем сп поэтому не забывайте ссылочки будет ссылочка поэтому переходите кто еще не подписан на мой канал на мой канал на мой инстаграм так следующее что я хочу показать это моя миробилия миробилия русалка также хочу сказать что все процессы которые вы видите перед собой они у меня все в планах были на 2018 год то есть четыре процесса и 4 по плану еле себя сдержала чтобы не выжить новую карту вот вот такая вот русалка это блюберд принцесс или другое еще название и мирабелла есть такой курортный город в испании марбелла почему-то мне кажется что это такая испанская русалочка если афродита более греческая такая да греческих водах обитает это мне кажется в испанских водах где-то в испании вот это то что я отшила я не хочу сейчас вам показывать распяливать и и я сделаю отдельное видео где я сделаю полностью обзор материалов хочу сказать что вышивается очень легко и очень интересно тут тут столько клиника вот и не так ручного окрашивания поэтому процесс очень очень занимательный не оторваться я вы знаете начала эти все процессы и они у меня настолько все интересные хочется все все вышивать я я не знаю я не знаю какой процесс вышивать я не делаю ротации все чисто по вдохновению вот поэтому эту русалочку очень давно хотела вышить и очень сомневалась когда когда так номер я вам забыла сказать md 98 вот ну полностью я вам сделаю видео стараюсь сегодня тоже выложить на канале красивенная красивенная русалка одна из моих любимых это русалку я увидела вышитую в магазине стичерс парадайз в лас-вегасе и тогда у меня были сомнения вышивать купить схему первую ее или какую-нибудь новинку но победила новинка наверное я тогда уже любила новинки поэтому я выбрала цыганскую королеву но тем не менее и эту я купила и чему очень очень рада я вся сейчас занятая вышиваю вот в полную силу но посмотрим что дальше я буду вышивать сама не знаю не буду вам ничего обещать так мне кажется что я сказала вам практически все а я вам еще хотел показать небольшие свои игрушки это игрушки от джим шор такие вот деды морозы есть санта клаус нет мороз вот есть разные дизайны этот конкретно нью-йорк вот мы разобрали нашу елочку эта игрушка висела но она такая тяжелая что если у вас ель елка натуральная то вам будет немного тяжело повесить будет тяжело повесить его потому что она очень очень увесистая и ветку наклоняет за счет того что у нас елка была ненатуральная немного подогнула и таким образом повесила эту игрушку и 2 у меня париж вот такая вот игрушка санта вот ведь меня два уже есть не знаю буду собирать подкупать немножко но не не буду задаваться целью собрать прям всю коллекцию мне они очень нравятся вы знаете я бы даже их поставила у себя где-нибудь в уголке и смотрела на них круглый год настолько качественно столько вот хорошо сделана эта игрушка просто я не могу понять как как это можно все было осуществить но прелесть прелестная джемшор конечно молодец очень много разных дед морозов есть и они есть очень дорогие эти не очень дорогие эти по моему мне она не помню до 20 долларов с бесплатной доставкой были вот я также девчонкам подарила своим москва красивый красивый дед мороз тоже один намного красивее мне кажется этих он такой более пухлый вот с матрешкой в руках ну если хотите посмотрите на ebay очень много этих игрушек просто масса и сейчас еще покажу вот такую вот звезду вот тоже купила я красиво они смотрятся на елке если бы еще побольше конечно уже их было бы замечательно вот опять-таки говорю что они очень тяжелые видите даже задник такой красивый а также я вам хочу показать но это потому что я хочу все это прибрать мне подружка подарила олеся спасибо тебе большое привет я в другом видео сделаю обзор покупок но так как это более относится к новогодней тематике я уже хочу показать снимайся вот такая вот игрушечка красивый ангел на елке смотрится просто великолепно вот такая вот игрушечка печка мне очень очень понравилась я благодарна такой вот балеринку печку она красавица конечно и получить такой подарок на новый год я была очень счастлива ну на этом все ставьте лайки если вам понравилось видео подписывайтесь на мой канал я постараюсь записать вам второе видео по русалке всем пока